От нескольких участников до 10 тысяч человек и это без помощи аниматоров. Итоги проекта Игры нашего двора, который реализуется в Краснознаменске уже 4 года, превзошли ожидания даже организаторов. Проект называется Игры нашего двора и основной его идеей является то, что родители обязаны и должны участвовать в жизни собственных детей, особенно отцы. В этом году к Играм нашего двора присоединятся жители не только Краснознаменска, но и всей Московской области. Детище Виталия Кузьмина станет частью партийного проекта «Крепкая семья». Возможное сотрудничество обсудили за круглым столом единороссы и представители родительских сообществ. У нас еще будет программа «Женское здоровье», что очень важно. Темы деликатные, но их нужно озвучивать. Потому что у нас в нашей компании очень серьезные профессиональные врачи. И у нас еще есть доктор-педиатр, который тоже готов в этой программе участвовать в проекте «Крепкая семья» со своими знаниями. Но единороссы не боятся поднимать деликатные темы. Особое внимание при реализации проекта «Крепкая семья» уделят созданию социальных центров для самых незащищенных категорий жителей. В этом году в Подмосковье планируется открытие двух таких учреждений в Рузе и Щелкове. Ситуации бывают разные. И женщина с ребенком, может быть мужчина, может быть инвалид, остается человек просто на улице. Ему больше некуда идти. Для этого будут существовать центры. Но это, конечно, все это временно. Это временная мера для того, чтобы в этом центре будут не просто предоставлять убежище, а работать с ситуацией с данной и искать пути выхода из данной ситуации. Ирина Рудницкая теперь не только председатель Ассоциации замещающих семей региона, но и куратор проекта «Крепкая семья» в Подмосковье. На ее плечи ложится непростая задача – реализовать все поставленные задачи. Впрочем, помогать в этом ей будет большая команда единомышленников. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.